Здравствуйте, уважаемые подписчики! Вчера мы показали застарелые экологические проблемы нашего города. Это пыль газочистки, серы. А сегодня я вам покажу то вот настоящий бич, который вот уже три года просто не дает нам покоя. Это незаконные песчаные карьеры. Видите сзади меня какой котлован вырыт? Не думайте, это где? Это где-нибудь на выселках? Нет, это в центре города. Это район старой пристани, бывший бетонный завод. Здесь муниципальная территория. Муниципальная. Она в аренде, что-то там у одного, у второго, у третьего. Мы постараемся добыть эти документы. И вот такой котлован, он не один здесь. Смотрите, объем бедствия. Это будущее озера. Их там несколько. И вот отсюда вереницы едут машины. Все дачники знают об этом, писали жалобы. Разбивают дорогу новую сделанную и все прочее. И тем более, нет никаких документов на эту разработку. Вот такой масштаб бедствия. Это один из карьеров. Ну, здесь три моих роста. Вот туда вниз. Метров шесть, пять, пять с половиной, наверное. Видно следы свежие. Вот тракторенок тут работал. Они заезжают, вот здесь грузятся. Пойдемте туда, дальше пройдем. В сторону у нас ориентир, видите? Вот труба, которую все знают. Дальше там вон Саратовский ГЭС виднеется. И здесь вот отель, как он там, Радуга, по-моему, называется. Хостел. Ну, он отношения как-то не имеет, просто для ориентира. А еще пообратите внимание, я вам сейчас пальчиком покажу. Вот там все эти завалы мы сейчас проходили. Это все мусор еще. Параллельно вот в эти вырытые ямы ссыпается весь городской мусор. То есть после капремонтов и так далее. То есть посредине города образуется новая незаконная свалка. Вот поднимаюсь я тут на утес а-ля Степана Радина. И вот второй карьер, вторая выработка. Видите, сколько объем выбрано здесь песка? А слева вот гора мусора, представьте. Вот гора мусора. Все сюда свозит. Это маленькая толика, вон она. И вот это дачный кооператив Каштан. То есть жители вот здесь соседствуют, видят у них все на глазах, все это свозит сюда. Пойдемте, я вижу еще один карьер. Вот там. Вот она реформа в действии мусорная. Так называемая. Все, что раньше свозилось на свалку и просто закапывалось хотя бы в одном месте, сейчас все это везут тупо в одно. Просто по всем оврагам. Это центр города, я вам напоминаю. Это вот здесь уже жилой район. Здесь люди, здесь есть услуги и туристические, и дачные массивы, жилые уже. Вот, господа, это не великая китайская стена, не какое-то фортификационное сооружение. Это вот мы дошли до той точки, которую я вам издалека пальчиком показывал. Сейчас попробуем сюда залезть. И посмотрим, что за этой стеной. О, здесь уже. О, здесь еще один карьер, карьерная выработка. Подняться. Вот они. Видите, уже заливает. Я вам покажу сейчас. Вот здесь они уже дарылись, видать, до глины или до чего-то. Не стало неинтересно. Вот они сюда отвал уже скидывают. Ну и под спудом вот эти, видите, вот ямы, которые они вырыли из-под карьера, они засыпают мусором. Вот, ребят, по всей этой территории назовется акваторией. Вот такие завалы со всех сторон мусора. Все это, естественно, будет в одном месте. В этих отвалах от песка. Это о чем говорит, что проезд вот в эту территорию на машине, вот там, он за воротами. Сюда по-другому не проедешь. Это значит, вот эти, кто разрабатывает вот этот карьер, вот перерыли сюда, видите, мебель напихали вот эту в отвал. Эти граждане что делают? Вытаскивают песок, получают маржу. Бесплатно, без всяких налогов, без всяких лицензий. Получив задарма муниципальную территорию, да даже если она не муниципальная, хотя у нас такая информация, что она муниципальная, они получают 3, а то и 4 оборота денег, просто не платя вообще никакие налоги. И нам говорят, что этого мы не видим, мы не замечаем, то есть куда у нас контролирующие органы на все это смотрят, просто неизвестно. Смотрите, какую интересную свалку мы тут обнаружили. Сейчас я кустику так уберу. Видите, сколько здесь пустых бутылок с гейзерами. Это новые бутылки, совершенно пустые. Они еще есть там, я дальше покажу. Это просто не успели залить. Видите, гейзеры, они даже не закрытые. Водочка там, а-ля биткоин, в каждый биткоин, в каждый бутылок. Вот, изготовленные, экологически чистые, специально очищенные. Ну, понятно, ни акцизок, ничего здесь не было и не предполагалось. Это какое-то подпольное производство. Вот еще одна свалочка этих же бутылок. Ну, то есть, тысячи просто, представлю. Вот они, видите, прям в коробке. Бах! Новенькие, красивые такие. Лежат себе. Вон, 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 ик сколько. Это пустые, они чистые, бутылки в них ничего нет. То есть, просто не успели залить или передумали. Решили, что это, что этот бренд уже не актуален. Решили в другие лить. Господа, мне кажется, я нашел владельца. Вот этих бутылочек, кто это в шляпулю. Сейчас найдем. Здесь, смотрите, объединение, ООО, объединение розничной торговли, город Балакова, Менделеева 2. Кассир Шмарев, коньяк трехлетней, три звездочки, ООО, Сордис, 540 рублей, Менделеева 2. Короче, ребята, рядом со всеми этими бутылками, вот этими, видите, вон гора, вон прям ящик целый, вот ящик целый, еще валяется куча вот таких замечательных бутылочек запрещенных продажах, вроде считается, топ-7, это алкаши, вот это все пьют, граждане, с пониженной социальной ответственностью, и вот еще гора, так что вот чек я вам даю, товарищи, с контролирующих органов, есть ручки-ножки, не поленитесь, дойдите и разберитесь. Второй чек на кого? Проспект Героев 3. Вот еще один. Ты просто, наверное, в магазин туда. Да, может, магазин улицы, проспект Героев 3, ИП Емельянова, Емельянова, как ее мусор и принадлежность, и вот среди бутылочек стоп-7-то валяется, та же самая, проспект Героев 3, Емельянова. Так, а давайте дату, да, вот Надежда Вячеславовна, 0,9, 10, 23-го. Это вчера. То есть это вообще свежак сюда привезли просто. ИП Емельянова, побойтесь Бога, и граждан города Балакова. А вон и лампы, артутные, смотрите, ну все как, все к одному просто. В общем, в рамках супер-расследования, которое мы провели, а заключается оно просто в том, что мы внимательно смотрим, кто куда ездит, кто куда жалуется, и откуда это все, и куда возят. Просто взяли собственные ножки и прошлись по дорожкам. Мы требуем от Министерства природы, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, всех органов, которые занимаются контролем, мы вам ставим на огромную двойку, неут. Вы сидите в своих кабинетах, из которых вам ничего совершенно не видно. Вы даже не хотите внештатных инспекторов завести в районах, чтобы вот такие люди, например, там, как активисты гражданского дозора помогали бы в вашей работе. Искали такие места, выявляли людей, которые загрязняют и просто разворовывают нашу недра, загрязняют экологию. Вы не хотите, вам этого не надо. Наверное, я делаю вывод такой. Если вы не отреагируете, ну, я, наверное, обращусь к федеральным СМИ. Вы знаете, у нас очень хорошие дружественные связи с федеральными каналами. Им будет, наверное, интересно, как в Саратовской области зарабатываются рейтинги губернаторов, складываются и так далее. Я надеюсь, что Роман Викторович Гусаргин, когда, если до него дойдет эта информация, вас по головке за это не погладит. Вставайте с кабинетов, начинайте работать. Субтитры сделал DimaTorzok